Продолжение следует... Россия собирается вторгаться в Украину. Но мир этому не поверил. Не поверил или не захотел поверить, потому что было невыгодно. Вы же помните Вторую мировую войну, когда Сталину рупором со всех разведок кричали, что Германия готовится напасть на Россию, на Советский Союз. Сталин отрицал все. Ему невыгодно было говорить о том, что готовится нападение на Советский Союз. Конечно, теперь говорят, что он просто не верил. Но вот вы понимаете, главнокомандующего, маршала Советского Союза выставляют дураком всему миру. Или думают, что народ такой дебильный, ничего не понимает. Выставляют дураком и говорят, а он не верил. Вот все разведки и Зорги, вы помните, мы все знаем этого Зорги-разведчика, да? Все разведки говорят, а Сталин не верил. Да зачем же из Сталина делать дурака, друзья? Сталин был вроде как не дурак. Или у некоторых служб показать Сталина таким просточком, которого легко можно было обмануть. Вот он говорит в Зорге, что ту-ту-ту, знаете, труба зовет, Гитлер вот-вот нападет. День даже говорили, время говорили. А Сталина раз и на Кунцевскую дачу. И просидел там сколько времени? Десять дней. Не выходя. А что делали все остальные? А они не знали, что делать. Что делали главнокомандующие? Что делали на фронтах? Да не знали, что делать. Помните Брестскую крепость? Как защищали Брестскую крепость? Не наша была крепость. Это была польская крепость. Мы ее взяли только-только перед этим год назад. Мы захватили ее. Россия захватила Брест, Брестскую крепость. В результате совместной спецоперации Германии и России. Совместно напали на Польшу с двух сторон. А потом провели Парад Победы. В сентябре 1939 года, когда захватили Польшу. Ну а здесь 1941 год. И, друзья, Брест оказалось, нужно было защищать. Что защищать? А как все жители смотрели? Вы понимаете, никуда не денешься от этих жителей. Потому что это поляки, это польские жители. И разве они будут сочувствовать тем, кто находится в Брестской крепости? Тем, кто их захватил год назад. Захватчики. Наша история ведь совершенно другая, друзья. Если бы мы знали только нашу историю, мы бы так не рассуждали бы. Наивно рассуждают. Но среднестатистический российский гражданин очень наивен. Он верит. Вот знаете, как вот на уровне, наверное, пятиклассника, что ли, развития у многих. Даже у военных, которые сегодня сидят в интернете, жуют котлеты с пивом. И посмотрите на себя, на свой внешний вид, друзья. Вы должны понимать, что интеллект, он развивается. Его нельзя бесконечно заливать пивом, потому что вы его сольете, свой интеллект, свои умственные способности в унитаз. И так каждый из вас, который пьет много алкоголя, сливает свои умственные способности в унитаз несколько раз в день. Но это уже из разряда здоровья. Об этом мы с вами говорим на канале Баба Яга по ягоды пошла. Я ссылочку дам внизу под данным видеороликом. Итак, друзья, сотрудники разведки пытались предупредить мир о вторжении в Украину, но им никто не поверил. Почему? Для чего нужны разведчики? Для чего и кому служит разведка? Каждая разведка служит в своей стране в основном и не только. Потому что разведчики, как нам говорят, бывают завербованы другими странами. Да, друзья, как правило, разведчик работает, может быть, сразу на несколько стран. Но на то он и разведчик. Но результат его разведдеятельности что? Он хочет делиться какими-то сокровенными тайными мыслями со своим народом через руководство военное. И, конечно, друзья, те тайные приказы, обсуждения, которые были как в Украине, так и в России накануне вторжения и накануне большой военной спецоперации, друзья, они, конечно, стали известны также и иностранным разведкам. Но мы с вами говорили, все разведки мира имеют один центр управления. Все разведки мира подчиняются одному центру управления. Но в данном случае разведчики... Но Зорге ведь тоже это знал, что все разведки мира подчиняются. Однако же он все равно трубил во все трубы. Он не хотел, чтобы его страна вступала в большую войну. Он не хотел. Он не хотел, чтобы гибли люди. Не важно, какие, друзья. Вы понимаете, что люди грамотные, люди подкованные политически, они рассуждают по-другому. У них другое видение всей истории и всей позиции, как одной страны, так и другой. И так, друзья, разведчики, мировые разведчики других стран видели, что идет подготовка к вторжению в Украину. И они даже знали день, когда это будет. Многие об этом знали, друзья, но немногие об этом говорили. Во всяком случае, Россия говорила, что этого не будет. Нам даже, по-моему, министр иностранных дел Лавров сказал, что этого не будет. И Путин тоже так уклончиво ушел от этого ответа, что тоже вроде бы этого не будет. Но все понимали, что вот к какой-то дате это должно быть привязано. Ну, 23 февраля, да, день Советской Армии. И в эту ночь, конечно, решено было начать. Как и 21 июня. В эту ночь войска подошли к границе. И в эту ночь было решено начать войну. 21 с 21 на 22. Итак, Киев бомбили, нам объявили. Это было 4 часа утра. Точно так же в 4 часа утра опять-таки российские войска, но с другой стороны. То есть с той стороны шли немцы, а с этой стороны уже новая, да, спецоперация военная. Шли уже россияне для того, чтобы захватить Киев. И опять-таки бомбежка началась в 4 часа утра. Такое хорошее время, когда у людей идет самый сон. И начинают готовиться петь петухи. Петух. Это символ, символ жизни на земле. Символ солнца. И вот петух готовится. В 4 часа утра он готовится начать петь, кукарекать. По всей Европе, на каждой церкви, в глубинках, я не беру большие города, в глубинках висят петушки до сих пор. Никто их не снимает. Не кресты, а именно петухи. На каждом шпиле сказка о шамаханской царице. Петушок. Помните? Петушок на шпиле взвился. Так и здесь, друзья, вот когда с первыми петухами начинается наступление. Наступление до этого было гитлеровских войск, теперь это российские войска. Начали наступление 4 часа утра. Самое время, когда вся нечисть уходит. ВИИ. Вспомните фильм ВИИ? Там прекрасно все показано. Нечисть уходит в это время. Она просто убегает и петух начинает петь. Так вот, в это время, когда убегает вся нечисть, всего 30 минут, убегает нечисть, и в это время начинается наступление. Как раз когда нечисть начинает прятаться в тени, уходит в подземелье, растворяется. Вообще, как поступают данные, что разведки многих стран уже несколько месяцев перед этим били тревогу. Но вы и сами помните, в прессе очень много писали об этом. Россия отказывалась. А разведчики все равно своим руководителям, военным, говорили о том, что вот-вот-вот, со дня на день. Даже были, в принципе, известны примерные даты, когда Россия начнет свое наступление. Но им говорили, что вы сеете панику. Об этом говорили сотрудники западных спецслужб, говорили своим разведчикам. А почему они говорили так своим разведчикам, что вы сеете панику? Да потому что даже разведчикам не было дано знать, что это совместный договорняк, при котором все страны начали эту совместную спецоперацию. Разведчики говорили, что доказательство их правоты им не приносило никакой радости и удовлетворения, когда все-таки эта операция началась в тот именно день, когда они об этом говорили. Они знали об этом, они пытались остановить военную операцию, войну, как они называют, и также предупреждали о масштабах данной операции. Но до сих пор разведки говорят, они продолжают говорить о том, что глупо предполагать, что Путин остановится на одной нации. Западная разведка предупреждает о вторжении в другие страны. Но это опять-таки никто не хочет на данный момент слушать, потому что это всеобщий договорняк, его очень выгодно. Но договорняк на высоком уровне, на очень высоком уровне. То есть там, где складываются семейные отношения между политиками мира. Все политики мира, как мы с вами говорили, родственники между собой. И их взгляды, их действия, это действия родственников договорняк, который совершился когда-то и очень давно. Не сегодня, не сегодня и не вчера. А, скажем, лет так 15 назад, когда они поставили дату, в какое время разыграть военную карту. Также, друзья, были готовы расстрельные списки, когда началось вторжение. Вы думаете, почему убежали не только украинские олигархи, лидеры, чиновники, но убежали и российские страны? Не потому, что они струсили, не потому, что они предатели, а потому, что они попали в расстрельные списки. Те, которые были на хорошем счету у своего руководства. В январе 2020 года, кажется, я сказала, что будет зачистка актерского состава, людей культуры. Они будут жертвами. Их не нужно уже столько. Я говорила о том, что политики будут зачищаться, потому что их столько не нужно. Будут новые политики, на которых будет ориентироваться новое руководство страны. Нет, нет, основные постулаты, столпы нашего руководства России останутся. Но они вычистят всех вокруг себя чиновников и наберут новых. Новые будут больше бояться. Старые уже, знаете, жирком обросли, и стали пули непробиваемые, и их нужно было проучить. От них нужно остраниться. Да и жирок-то нужен тоже для смазки военных действий. Поэтому многих чиновников потрясут. Их трясут сейчас практически всех чиновников. Из них выжимают денежное масло. Из этих чиновников. А вы думаете, почему санкции? Сегодня Запад объявляет и объявляет фамилии чиновников. Именно с этих чиновников выдавливается денежное масло. И это денежное масло идет на обеспечение военных действий. То, что сегодня у нас с вами идет наступление, откат, наступление, откат, да, это тоже задуманная позиция военных действий. Это спецоперация. Спецоперация, где погибнут самые молодые парни героям славы. Но они даже не знают, за что они гибнут, друзья. Жаль. Жаль. Вообще всех жаль. Как с той и с другой стороны. Это люди, которые выполняют свои военные действия и свою агрессию под воздействием наркотиков, под воздействием психотропов. С одной стороны. А с другой стороны, друзья, вот во время этих военных действий выливается и вылезает наружу все, чем живет человек. То есть все его психические страхи и хамства, мерзость и подлость. Все вылезает сейчас на поверхность, потому что именно человеческая моральная оболочка сейчас трещит по швам. Мародерство. Вы знаете, тоже, наверное, слушаете очень много каких-то телефонных разговоров. Муж с женой, муж с женой, сын с матерью разговаривает. Речь идет о мародерстве. Речь идет о насилиях, о мародерстве, о том, что они там магнитофон, или там, ну это я по старинке, да, о том, что они там компьютер стащили, или еще где-то взяли в доме, что они наелись, потому что им есть нечего, потому что на каком-то голодном пайке держат российских военных. В чем дело? Мы с вами не понимаем, в чем на самом деле это дело. Разбираться туда, кто где и у кого украл. Но это, естественно, на этом наживаются. Кому война, кому мать родна? Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Война многих вывела на свет. Многие темные личности, которые скрывались под маской молодого парня. Оно вдруг вылезало из них гидрой. И мы увидели всю мерзость и ужас тех людей, которые воюют сегодня на фронтах спецоперации. Как с той, так и с другой стороны. Я не разделяю, друзья. Разделять здесь невозможно. О Мариуполе и подземных операциях поговорим в следующий раз.